Вести Карачаева, Черкесия В республиканской столице Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и разбойном нападении на сотрудника казначейства и арбитражного судью Расследование дела взяла под контроль прокуратура Карачаево-Черкесии Комментирует старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева Прокуратура Карачаева-Черкесской республики поставила на контроль ход расследования уголовного дела Возбужденное по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации Покушение на убийство и части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации По предварительным данным, 20 февраля этого года в дневное время на улице Советской города Черкеска Четверо мужчин совершили разбойное нападение на заместителя руководителя управления казначейства По Карачаево-Черкесской республике, судью арбитражного суда КЧР и двоих местных жителей Будучи вооруженными деревянными бейсбольными битами и иными предметами, используемыми в качестве оружия Нападавшие избили должностных лиц, похитив имеющееся при них имущество, после чего скрылись с места происшествия Пострадавшие, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой республики На последней 45-й сессии Народного собрания Карачаево-Черкесии парламентарии приняли решение внести изменения в закон о выплатах из материнского капитала Расширен перечень направлений, на которые можно будет потратить средства, выделенные на четвертого и усыновленного ребенка, не дожидаясь достижения им трех лет Информацию комментирует председатель комитета по здравоохранению и социальной политики Народного собрания Хасан Губиев Вносим изменения, что независимо от срока давности, использовать при покупке товаров и услуг для социальной реабилитации детей и инвалидов Еще на образовательные услуги, оказываемые учреждениями, которые находятся на территории Карачаево-Черкесской республики Также с этих средств можно погашать проценты кредитов при строительстве или приобретении жилья То есть мы перечень указываем точно, которые можно использовать, не ждать трех лет, независимо от срока В двух чтениях одобрен и законопроект, расширяющий список льгот участникам специальной военной операции В настоящее время наиболее остров стал вопрос о разъяснениях прав и обязанностей мобилизованных граждан, граждан, участвующих в специальной военной операции и членов их семей Для данных категории лиц важное значение будет иметь своевременное предоставление Бесплатной юридической помощи прокомментировал решение парламентария в председатель комитета по законодательству и государственному строительству Народного собрания Владимир Умалатов Я думаю, это наиболее актуально будет для семей, которые хотят знать, какие условия оказания поддержки, что должны получать, какие компенсации, какая заработная плата То есть очень много вопросов и люди в принципе сейчас будут иметь возможность обратиться конкретно к высококвалифицированным нашим юристам, которые работают в бюро И получить квалифицированную юридическую помощь Я думаю, это будет большая такая социальная поддержка для ребят, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции На какие меры поддержки могут претендовать предприниматели Карачао-Черкесии? Какая помощь оказывается самозанятым гражданам региона? Более подробно о планах на этот год сообщил начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов В этом году мы планируем увеличить количество софинансирования для помощи нашим предпринимателям выхода на электронные маркетплейсы То есть если в этом году это было несколько человек всего, в следующем году мы планируем уже несколько десятков Все, что связано с тем, чтобы именно выйти туда, это личный кабинет, это фотографии, это сертификация Все, что связано с тем, чтобы выйти именно на маркетплейсы и торговать уже для более большого количества Мы и проводим обучение по маркетплейсам, по работе, по работе в личном кабинете на маркетплейсах Мы также планируем увеличить количество обучения предпринимателей, которые будут планировать получить грант То есть мы в прошлом году проводили одно такое обучение, школу и азбуку В этом году планируется провести два обучения Эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу в республике соответствует времени года Уровень заболеваемости тесно связан с сезонными погодными явлениями Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается высокой Среди взрослого населения республики, то есть от 15 лет и старше, эпидемический порог заболеваемости превышен на 36% За прошлую неделю было зарегистрировано 1273 случаи заболеваний ОРВИ В ходе мониторинга циркуляции возбудителей острых респираторных вирусных инфекций Лабораторно на прошлой неделе было выполнено 300 исследований от 21 больного В результате выделены три штамма вируса гриппа группы B Все лабораторно подтвержденные случаи заболевания гриппом произошли среди непредитых граждан Для того, чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм Высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха Ну и, конечно же, нужно питаться правильно, считают медики В рацион необходимо включить продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций Это цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры Отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом, курагой и так далее В преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля в 14 часов в эфире телеканала «Архиз-24» Стартует большой благотворительный телевизионный марафон «Все для победы» Организатором выступает Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей При главе Крача Черкесии в рамках проекта Народного фронта «Все для победы» Марафон направлен на поддержку военнослужащих нашей республики, участвующих в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции Все собранные средства пойдут на закупку дополнительного военного снаряжения, обмундирования, продуктового обеспечения и тактической спецтехники В прямом эфире в студии телеканала «Архиз-24» соберутся представители правительства региона, военного комиссариата республики, депутаты парламента региона, а также руководители политических партий, общественных движений, участники специальной военной операции, предприниматели, культурные деятели Двое жителей Крача Черкесии подозреваются в незаконном обороте сильнодействующих веществ Сотрудники правоохранительных органов в Узжигуте задержали машину отечного производства, которым управлял 29-летний житель Аула Эль Таркач В салоне авто находились два пассажира, которые сбыли местному жителю семь пластин сильнодействующего лекарственного препарата При осмотре автомобиля было изъято еще 12 пластин Со слов одного из пассажиров, данные блистеры они приобрели на автодороге Лермонтов-Черкеск у 34-летней жительницы Кисловодска Предполагаемую сбытчицу оперативники совместно с коллегами из ОМВД России Предгорный задержали В салоне ее автомобиля БМВ обнаружены изъяты более 405 тысяч рублей, банковская карта на ее имя и мобильные телефоны Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, в изъятых пластинах содержатся капсулы с сильнодействующим веществом пергаболин Следственным отделом Черкеска возбуждено уголовное дело в отношении 12 жителей республики, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей Незаконные организации проведения азартных игр, совершенные организованной группой По данным следствия, в период с августа прошлого года организованная преступная группа из 12 лиц в трех различных помещениях на территории республиканского центра Незаконно проводил азартные игры с использованием игрового оборудования В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий с мест преступления изъяты компьютерное оборудование, используемое для проведения азартных игр А также денежные средства, полученные преступным путем, как доход от незаконной деятельности Шестеро участников орггруппы задержаны, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Остальные члены преступной группы объявлены в федеральный розыск В Черкесске вывели из системы электронной сертификации Меркурий 3 тонны курятины, чтобы скрыть подозрительные операции Информацию комментирует государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа данных системы Меркурий выявлены подозрительные операции с 3 тоннами филе цыпленка-броллера на территории Карачаева Черкесской Республики Установлено, что ООО «Альянс» из Черкеска поступила продукция филе птицы в объеме 3 тонны путем инвентаризации с добавлением акта несоответствия по причине порчи продукции проведено списание Информация о дальнейшем использовании филе неизвестна, из чего следует, что его могли реализовать торговую сеть без обязательных ветеринарных сопроводительных документов Управлением Россельхознадзора ООО «Альянс» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства Учащиеся Карачаевского городского округа в рамках клуба выходного дня провели выходные в одном из самых красивых мест республики – курортом Дамбай Дети с удовольствием погуляли по поселку с радостью, покатались на ватрушках А вечером активисты российского движения «Школьниковые молодежи» устроили маленький концерт в котором с удовольствием пели песни, рассказывали стихи и различные истории из жизни В Свердловской области составилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет по итогам которого спортсмен из Карачаевки Сиазнаур Попшов завоевал золотую медаль в весовой категории до 88 килограммов Наш спортсмен провел пять поединков и во всех одержал уверенную победу а в финале взял верх над победителем первенства России и Европы по дюдо Русланом Саменко тем сам награжден призом за лучшую технику Победители данного первенства получили право представить сборную России на предстоящем первенстве мира по самбо среди юниоров которое пройдет в октябре текущего года В Черкесске прошли всероссийские соревнования Кубок президента Союза Тэквондо России среди юношей и девушек юниоров и юниорок В состязаниях принимали участие 610 тэквондистов из 38 регионов страны Победители турнира получили путевку на первенство России по двум возрастным категориям Победителями и призерами от нашей республики стали Рауль Огроженоков, Кирилл Половин, Сабина Шевхужева, Кира Слинькова и Ксения Макатерова Баскетболисты лицея номер 15 и 17 гимназии Черкеска стали победителями первенства республиканской столицы Составшиеся соревнования стали первым турниром спартакиады школьников Черкеска начавшейся в феврале Тройку лидеров среди юношеских баскетбольных команд возглавила сборная лицея номер 15 Второе и третье места у гимназии номер 17 и номер 5 Среди девушек победу в городском первенстве одержали баскетболистки гимназии номер 17 Серебряными и бронзовыми призерами стали учащиеся гимназии номер 5 И среднеобщеобразовательные школы номер 4 Всего в состязаниях участвовали 14 команд в рамках спартакиады до июня Также запланированы соревнования по футболу, волейболу и легкой атлетике Ну и последняя информация в Краснодаре Прошли краевые соревнования памяти студентов Кубанского государственного университета физической культуры Погибших при исполнении воинского долга в Афганистане По итогам состязаний первое место в беге на 60 метров с барьерами И второе место в беге на 400 метров завоевал Савва Пудаков Ростиславу Пудакову досталось серебро в беге на 60 метров с барьерами На второй ступени педестала оказался и Кирилл Духин в беге на 400 метров По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра Завтра по Карачае-Черкесии ожидается облачное с прояснением погода Местами осадки, снег, мокрый снег и дождь Ветер западный 6,11 метров в секунду при порывах до 15-20 метров Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла и на дорогах местами гололедится В горах места минус 4, плюс 1 сохраняется лавина опасность И порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду В Черкесске небольшие осадки, дождь, мокрый снег Ветер западный 6,11 метров в секунду при порывах до 15-20 метров Столбик термометра поднимется до 7 градусов выше нуля Таковы некоторые события республики, новостной блок провела Рита Нерова Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова